ну вроде нету кончился же дождик да вроде нет нормально все такие дела 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 вот такие дела 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 ну вот так друзья всем привет время сейчас уже 66 часов вечер 6 часов вечера хватит тихо вы дождь вот солнце стоит идет дождик уже несколько раз а так было принимался то маленький то более ну грибной не грибной но для сенокоса такой дождь самый не не хороший я бы сказал но вот вы пишите мне в комментариях купе пресс купите пресс сообща конечно же я не отрицаю пресс хорошая штука но не у не умею меня пока в данный момент нет вот этих четырехсот пятидесяти тысяч рублей которые стоит пресс а куп покупать бэушный пресс друзья не хочу ездил покупал шланги для трактора в запас зашел в магазин у нас муранцева говорю там нашему продавцу дядя саша расскажи мне про пресс хонгат черт пресс собрался покупать ягода хочу купить пресс он знаешь год мой тебе совет бери новый пресс а то что есть на вторичном рынке во всяком случае в нашем районе что представлено не советую покупать обычно от чего почему продают пресс был потому что он начинает сыпаться от него начинает избавляться старые хозяева мало мало подделали губки подкрасили ему и сталкнули это хорошо конечно если среди вас старых бывших владельцев найдется добропорядочный человек который объяснит вот эти все болячки это во первых во вторых пресс он мне сам дядя саша говорит да дядя саша привет тебе если ты меня смотришь извини что я вот перешел ну делаю ссылку такую на тебя и дядя саша мне говорит где это же не машина легковая это ладно машину легковую всегда можно куда-то столкнуть продать тоже жигуле жигулешка там иномарка там и что-то еще а пресс во-первых это очень дорогостоящее сельхоз орудие его не просто так его продать и был бы район там у нас как-то более специализированный на этом а ведь погодные условия в нашем районе не очень хорошие и лучше всего год потратьте или подкопи и купи новый пресс так что отвечаю всем кто говорит мне купи пресс купи пресс я лучше подкоплю и куплю новый пресс это во-первых во вторых во вторых вот сейчас дождик раз прошел два прошел три прошел и все по идее если сейчас вот кто-то выехал на сенокос рулонить сено прессовать все прессовать уже не будешь потому что сено в пресс который идет оно должно быть идеально сухим потому что чуть-чуть будет волглоты чуть-чуть сырости какой-то вот этой попадет все рулон загорится это ладно вот допустим у нас в районе пресса российского производства есть а если вот и есть в других районах там зарубежные аналоги там классы в элгоры кроны или другие там какие-то иностранные производители это вообще труба там плотность прессования очень высокая и все это рулон как говорится рулоны то что вроде бы начал бы человек сегодня метать все это выкидывай его рулон но с другой стороны продавцы продавцы барыги которые продают такое хреновое сено а им чего лишь бы продать это же раньше в колхозах там или на производствах были всякие от и к службы технического контроля вообще службы контроля которые контролировать как качество сена и качество вообще производимой продукции а сейчас накрутил продай накрутил продай сделал продай сделал продай и мы сейчас хочешь не хочешь а будем возвращаться в старину вот вы кто-то мне говорит вот и все владимир по старинке по старинке стога правильно друзья мои я и буду делать по старинке и вам посоветую потому что вы тоже придете к этому через годик-другой но придете но если конечно у вас хватит сил времени и голова будет варить вот смотрел ролик недавно одного человека там проживает он москву в западной части нашей родины россии и говорит вот там какой-то августа сена нету сено вот там он скосил а ну сверху вроде высохла путем нету погоды волглые снизу она еще не просохла но он вроде там что-то начал ворошить но сено будет говно образно говоря а как в старину метали друзья мои вы знаете вот вы может быть не знаете но кто-то может быть из вас и знает и помнит в старину как я застал те времена сток разложили сено волглые где-то сырцой кустиков нарубили осинки переложили дальше стали класть кустиков нарубили переложили вот будет сток и хрен его с ним чё будет и будет лучше лучшего а кто умеет сейчас это делать кто это помнит никто не помнит все это все позабыли а то купи пресс купи пресс вот оно дождик прошел и все и чё ты будешь делать с этим прессом да ничего езжай домой это снова в солярка это во вторых и все забывают или может быть не опускают ну они до все познают просто это как-то не а чтобы подготовиться держать при сколько нужно туда денег вложить вы считали и если экономическая целесообразность от покупки вот этих там пресса ну купишь пресс там сто рулонов накатал к примеру мне к примеру надо сто рулонов и все а вы кто-то мне скажет купи купишь будешь тут продавать другим он в деревне у себя если я буду продавать в деревне во-первых если он будет то другие люди все сейчас поскольку у нас рыночная экономика все стараются выбрать где дешевле им не важно сены качество главное дешевле сразу звонят там то в муромцева то генералам там то еще в какое-то другое а я у вас сены есть есть а сколько стоит столько стоит привезите мне ну привезите ну и как всегда бывает привезут 10 рулонов сначала для близиру о посмотрит хозяину хоро вот такое сено ну и чё дальше визите еще привезли два камаза проще говоря утрирует два камаза ну и все гнилья нагрузили там или какой-нибудь кондиции откуда я это знаю да люди рассказывают вот и все так что хочем и не не хочем и вы все равно будете возвращаться к стогам как делают к примеру в каких-то других регионах но не все не все делают не вне у всех есть деньги не у всех есть пресс согласен он время экономит но качество сена есть там конечно идеальное когда оно подошло это идеальные условия а если нет вот этих условий вот именно вот именно что если нет условий то лучше сена в сногах вот в бергамаке у нас мужчина покупал когда-то пресс попользовался один год а потом все продал он год мне нахер не нужен купил сейчас вот погрузчик кун и мечет куном я гру почему владимир почему ты его продал на зачем-то мне во первых затраты нитки все это иголки все это изношенное все я лучше вот сенами начинаешь метать где-то сырцой угадал я его с краю положил приложил где-то не так я его веточками переложил где-то сальцой с солью перекидал нормально все выйдет едят за милую душу тем более сейчас пошла у нас тенденция разводить коз а что для коз надо правильно ветки заготавливать вот сложили вы стажочек ветками его переложили той же осинкой теми же кустами какими-то чтобы продувалась вот эту сырую часть сена все нормально зимой даешь сена даешь ветки они высохли получается просто вот такое идеальное так что пишите мне не пишите я остаюсь при своем мнении конечно же согласен я что пресс хорошо были бы у меня 450 тысяч лишние то я бы купил бы пресс может быть может быть купил бы выдалась идеальная погода поехал за тюковал или зарулонил но почему нет если есть погода хорошая если это получилось а вот если такая погода дождь брызнул все метать уже стога можно а в рулонить уже нельзя потому что загорится ну это хорошо если вы понимаете а если не понимаете короче хватит все все на этом заканчиваю ролик если кто-то не согласен со мной прошу обосновать но обосновать свои комментарии конструктивно они просто так а возьми пресс возьми купи пресс вот так ладно все пока с вами был я владимир белов вот такой вот такие мысли ко мне приходит